Белорусская система образования претерпевает изменения с завидной регулярностью. Совершенствуются формы и методы работы, изменяются воспитательные средства и приемы обучения. Работа в этом направлении в стране, в том числе и на Брещене, и сегодня в активном режиме. На повестке дня областного семинара – дополнительное образование. Больше, конечно, у нас уклон на методическую работу. Потому что, вы знаете, один методист может научить гораздо дать знания или информацию передать в учреждение образования всем педагогам. Поэтому нам это очень важно, и мы считаем, что такие семинары просто необходимы. Все лучшее, что на сегодняшний день есть в республике, что есть на просторе стран СНГ в системе доп. образования, мы пытаемся собрать, аккумулировать и отдать всем педагогам, чтобы сама система работала как можно лучше. В областном семинаре приняли участие методисты и педагогические работники многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и молодежи Брещены. Свыше 50 человек говорили о многом, но наиболее актуальные темы сегодня – организация образовательного процесса и развитие профессиональной компетенции педагогов. У нас сегодня все платное, а система доп. образования, она такая же, как в целом вся система образования в Беларуси, она бесплатная, она бюджетная. Поэтому очень хотелось бы, чтобы многие родители еще раз обратили внимание вот на это образование, на дополнительное. К слову, доп. образование доступно с 3 до 31 года. Сегодня на Брещене наиболее популярные и востребованные направления – спорт, радиоэлектроника, художественный и экологический профиль. Я уже много лет работаю в этой системе. И мне кажется, вот когда я пришла на эту должность, испытывали вот такие трудности по набору детей. В наше время, я смотрю, повернулись даже сами родители к активности, к занятости внеурочного времени детей. Это дает возможность ребенку найти себя, свой внутренний «я» с помощью родителей, педагогов, развивая вот эти искорки, какие-то таланты в детских душах. Белорусскую систему дополнительного образования можно смело назвать уникальной. Разнообразные кружки, спортивные секции, различные курсы по интересам. Спектр учебной деятельности обширен, но с каждым годом предметов становится еще больше. Главное – вовремя понять, к чему у ребенка склонность, а педагоги учреждений дополнительного образования помогут развить его творческий потенциал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова